Недавно дом поклонения Бахае в Лангенхайне принимал гостей со всей Европы, чтобы отметить свое 60-летие. Подходя к священному пространству, каждый человек делал паузу, читая и впитывая слова, которые возвышали его разум и сердце к этому месту внутреннего покоя. Этот дом – гавань для глубочайшего размышления о духовной реальности и фундаментальных вопросах жизни. Войдя внутрь, они ощущали, как их окутывает атмосфера спокойствия и благоговения. Снаружи на территории храма развертывалось яркое празднование, во время которого единство и мир становились реальным опытом. Храм является символом единства человечества, этого ведущего принципа веры Бахаи. Его девять входов, обращенные во все стороны, приветствуют людей любого происхождения и религии. Это священное место за четыре дня приняло 4000 человек, включая правительственных чиновников и представителей гражданского общества, людей всех вероисповеданий и неверующих, а также семьи и жителей близлежащих населенных пунктов, которые приехали, чтобы отпраздновать годовщину. Для меня было большой честью участвовать в торжествах и провести эти радостные дни в компании замечательных людей из разных мест. Чувство единения сопровождало меня на протяжении всех выходных. Среди выступавших на мероприятии был Кристиан Хайнц, министр юстиции Земли Гессен. Господин Хайнц подчеркнул, что Дом Поклонения возник после Второй мировой войны как символ надежды, в то время, когда он был больше всего необходим. Когда континент восстанавливался после глубоких потрясений и потерь. На ум приходит мысль, что Дом Поклонения возникает из убеждения, что мир между людьми может существовать только в инклюзивном сообществе, где каждый может участвовать и вносить вклад по своему желанию. Это место открыто для всех людей, независимо от их религиозной принадлежности или происхождения, и является убежищем для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова